Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Наталья Чудина. И сначала коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Республика укрепляет двусторонние связи. Сегодня с официальным визитом в Хакасии побывал генеральный консул Монголии в Кызыле. Мы заинтересованы в тех товарах, которые производятся на территории Монголии в том числе. Ну и такое направление, как курил. Осень вступает в свои права. Какой будет погода в октябре, расскажет Юлия Свинцова. В старину октябрь считался лучшим месяцем для свадеб. Урожай уже убран и все полевые работы завершены. В Хакасии проходит всероссийская акция, в рамках которой общественники вместе со школьниками повторяют правила поведения на дороге. Это очень важно, чтобы и дети помнили правила дорожного движения. Но если родители их не будут соблюдать, то, конечно, дети будут следовать их примеру. Хакасия налаживает экономическое сотрудничество с Монголией. Коронавирус спутал все карты, снизив товарооборот вдвое. Сегодня в регион прибыл генеральный консул Монголии в Кызыле. Государство, от чего имени он говорит, заинтересовано и в наших товарах, и в туристическом потенциале. Что может предложить маленькая Сибирская республика в нашем материале? Монголия была первой страной, которая вызвалась помочь Советскому Союзу в борьбе с гитлеровской Германией. Решение было принято в первый же день войны. Страна помогала Советскому Союзу лошадьми, деньгами, техникой. Монгольские добровольцы воевали в составе Красной Армии. Поэтому в графике консула обязательный пункт посещения мемориала воинской славы. Хакасия После церемонии возложения глава Хакасии и консул Монголии в Кызыле пообщали с журналистами. Стороны отметили, Хакасия и Монголия тесно сотрудничают в таких сферах, как промышленность, животноводство, строительство, культура, образование, туризм. Налажен и стабильный торговый оборот. Но, к сожалению, в этом году из-за коронавируса он сократился. Но мы ставим задачу, конечно, восстанавливать этот торговый оборот, наращивать его. Наиболее перспективные направления это сельское хозяйство, это в том числе и торговля товарами нашей промышленности. И, конечно, мы заинтересованы в тех товарах, которые производятся на территории Монголии в том числе. Ну и такое направление, как туризм. Мы знаем, что Хакасия – это прекрасная республика. Сая не там. Мы хотим экскурсии. И природа не там. Цель визита официального представителя Монголии в Хакасию – вручение главе региона консульского патента. Это документ, удостоверяющий полномочия консула. Чмитган Болт был назначен на должность в марте. Пришло время познакомиться с партнерами и обсудить взаимовыгодное сотрудничество. На встречу уже в правительстве региона стороны рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества вопроса создания транспортных путей в Монголию через нашу республику. Прорабатывается возможность открытия прямого регулярного авиасообщения между Улан-Батором и Абаканом. Еще одной ключевой темой совещания стало сотрудничество республики и Монголии в рамках работы Центра поддержки и экспорта. Наши предприниматели активно участвуют в различных международных выставках, бизнес-миссиях. Цель – налаживание деловых контактов с представителями бизнеса из Монголии. Наши предприниматели испытывают интерес к Монголии, потому что мы территориально достаточно близко расположены. Понятно, это достаточно логистика доставки своего товара. Поэтому у нас в работе, как у Центра поддержки экспорта в Фонде развития Акасии, порядка 30 предпринимателей, которые заинтересованы в экспорте своих товаров за пределы России в сторону Монголии. В планах Чемида Ганболда встреча с региональными координаторами инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Он направлен на развитие трех регионов, в том числе и Хакасии. Это важно для раскрытия социально-экономического потенциала нашей республики, повышения туристической привлекательности, улучшения инвест-климата. Также у консула запланированы встречи с представителями аграрного сектора, лесного хозяйства и ведущими товаропроизводителями Хакасии. Мария Мишнина, Антон Михайлов, РТС. Отличная новость для семей с детьми. В детсадах появятся дополнительные ясельные группы для воспитанников от полутора до трех лет. Правительство России перераспределило объемы субсидий на создание дополнительных мест в детских садах для самых маленьких, сообщает газета Хакасия. Наши республики в этом и в следующем годах выделят на создание новых мест в детсадах более 600 миллионов рублей. Соответствующее постановление уже размещено на сайте федерального правительства. А вот местных дачников региональные власти поддержат в виде грантовой помощи. 10 миллионов рублей пойдут на реконструкцию водопроводных и электрических сетей, приобретение или ремонт насосного оборудования. Также в проектах строительства и реконструкция дорог в садоводческих товариществах. Курирует программу Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона. Свои проекты защитили уже 11 претендентов. Всего для участия в конкурсе были отобраны 23 садоводческих товарищества. Среди них дачники Черногорска, Абакана, Саиногорска и других населенных пунктов. Напомню, для того, чтобы получить средства, общества должны собрать не менее 10% от стоимости проекта, не иметь штрафов, долгов по налогам, не находиться в стадии панкротства или ликвидации. Отстают, но обещают успеть. Подрядчики, ведущие дорожный ремонт в Абакане, вновь держали ответ в правительстве республики. Глава Хакасии провел рабочие совещания по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». С подробностями Ольга Барловская. Центральная и самая проходная улица Абакана, Пушкина, сегодня настоящая полоса препятствий для транспорта. По нацпроекту дорогу переделывают от Некрасова до Тараса Шевченко. Подрядчик ДСУ-7 должен был закончить участок еще 15 сентября, но не успел. Вообще по Пушкину вы видите реальность исполнения контракта? Безусловно. Вы имеете ввиду к 30-му числу или в принципе? Нет, вообще в принципе. В принципе, конечно. В строительстве. Конечно, видим. У заказчика администрации Абакана серьезные претензии к темпам работ. А тут еще и дожди обещают. Это тоже замедлит дело. Тем не менее, подрядчик заверил, до конца сентября закончат менять бордюры. А там уже укладка асфальта. Она пойдет быстрее. Еще один участок по нацпроекту – реконструкция дороги обход Абакана. Те же проблемы не успевают. Здесь два моста через реку Ташиба. Один уже готов, на очереди второй. Через неделю откроют одну сторону и перейдут к другой. У нас объект рассчитан на два года. Нам самое главное, те суммы средств, которые на этот год заявлены, 288 миллионов, мы должны и обязаны освоить эту сумму. А есть работы, которые можно проводить и зимой. Например, установка опор освещения. В этом году по сравнению с прошлым, дорожных работ в республике по нацпроекту больше – на миллиард с лишним рублей. К тому же из-за пандемии не приехала основная рабочая сила из ближнего зарубежья. У дорожников не хватает специалистов. Отсюда отставание. Подрядчик по Абакану уверяет – основную часть сложной работы сделали. У нас темп не снизился. Просто с прошлого совещания прошло шесть дней. Из них два дня по осадкам актированы. Вот за оставшиеся четыре дня у нас выполнение 4-5 миллионов в день. По обоим проектам подрядчик должен завершить работы до конца строительного сезона. Ольга Барловская, Станислав Колчинаев, РТС. Еще один из руководителей Церкви Последнего Завета арестован на два месяца решением Центрального суда Новосибирска. Вадима Редькина называют пресс-секретарем основателя общины Сергея Торопа – Виссариона. Ему инкриминируется создание религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми. Торопу выдвинуты аналогичные обвинения. Ранее на два месяца арестован был и его сподвижник Владимир Ведерников. Он возглавлял частную школу для детей-членов общины. Во вторник всех троих задержали сотрудники правоохранительных органов. По данным следствия, задержанные в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Они также применяли психологическое насилие, в результате чего некоторым последователям причинен тяжкий вред здоровью. В Хакасии виновница ДТП выплатила ущерб в принудительном порядке. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов. Ведомство вмешалось после того, как женщина перестала платить пострадавшей стороне положенную компенсацию. Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. О других происшествиях, которые попали в сводки оперативных служб, в нашем традиционном обзоре. В полицию Саиногорска обратилась 69-летняя жительница города с заявлением о мошенничестве. Неизвестный позвонил пенсионерке и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина рассказал, что его служба пытается вычислить работника организации, который занимается мошенничеством, и попросил помощи. Женщине нужно было прийти в банк, оформить кредит и перевести 50 тысяч рублей на разные телефонные номера. Потерпевшая выполнила все действия. Получив деньги, злоумышленник перезвонил жертве и посмеялся над ней. В Аскетском районе Нива протаранила УАЗ и перевернулась. ДТП произошло в районе Алла-Опчина. В результате аварии травмы получил виновник ДТП, водитель Нивы. Пройти освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался. В настоящее время полиция проводит расследование. Автолюбителя ждет не только крупный денежный штраф, но и лишение водительских прав. До шести лет лишения свободы могут получить злоумышленники, которые похитили у жительницы города Металурга в 55 тушек уток. По версии следствия, подозреваемые проникли в дом, пока хозяйка была в отъезде. Утки были готовы к продаже. Ущерб составил более 82 тысяч рублей. Причастных уголовный розыск нашел быстро. Ими оказались ранее судимые за кражи мужчины 74 и 76 годов рождения. Похищенные они обменивали на водку и самогон. Но от четырех тушек избавиться не успели. Они изъяты. Продукты из Хакасии попробуют в Москве. Наша делегация принимает участие в выставке World Food Moscow 2020, которая продлится до конца недели. Самые популярные продуктовые бренды региона производители представляют благодаря помощи центра «Мой бизнес». Посетители смогут попробовать мясную продукцию из Хакасии, дикоросы и даже талган. Участие в выставке позволит нашим производителям увеличить объемы продаж на российском рынке, а также расширить географию сбыта, сообщает Фонд развития Хакасии. Предприниматели республики могут поучаствовать и в федеральном конкурсе грантов на развитие туризма. Ростуризм поддержит бизнесменов, которые развивают эту сферу деятельности. Прием заявок уже начался и продлится до 8 октября. Их можно отправить в бумажном виде по адресу Федерального агентства по туризму. Либо электронно, адрес на экране. Напомню, гранты представляются на приобретение туристского оборудования, разработку новых маршрутов, реализацию соцпроектов в этой сфере и программ. Важно учесть, что проекты должны быть согласованы с республиканским правительством. Подробная информация по телефонам, указанным на экране. Потянуло прохладой, осень полноценно вступает в свои права. И хотя сентябрь пока балует жителей Хакасии хорошей погодой, но зонты все же пригодятся. Синоптики дали прогноз на октябрь. Каким будет месяц листопадов, расскажет Юлия Свинцова. Еще неделя и Хакасия перейдет во власть второго осеннего месяца. Время, когда все золото под ногами прохожих. Но сетовать на погоду жителям республики не приходится. Сентябрь выдался на редкость солнечным и теплым. И хотя осень не лето, но, как верно подметил классик, тоже прекрасная пора. Я люблю и лето, и осень, особенно если она вот такая теплая. Я люблю лето, потому что можно купаться, мы не учимся и можно отдыхать. Много особенного времени. У меня день рождения через три дня, поэтому я люблю осень. Я люблю свою супругу, поэтому люблю тоже осень и сентябрь, особенно 25 число. В октябре тепло задержится в Хакасии. В первой декаде температура воздуха днем будет колебаться от плюс 13 до плюс 18 градусов. Ночью уже слабый минус до 2 градусов ниже 0. Вторая десятидневка станет ощутимо прохладнее, прогнозируют синоптики. Во второй декаде температурный режим неоднородный. Первая половина декады ночные температуры минус 2, минус 7, а вторая половина декады ночные температуры будут несколько выше, минус 2, плюс 3. С дневными температурами же наоборот. В первой половине второй декады в пределах 9,14, а во второй половине второй декады плюс 2, плюс 7 градусов тепла. Конец месяца и вовсе напомнит, что зима не за горами. Днем столбик термометра не будет подниматься выше плюс 8. Ночи холодные минус 2, минус 7. Ожидаются частые дожди, переходящие в снег. Но, как известно, у природы нет плохой погоды, зато есть приятные особенности. В старину октябрь считался лучшим месяцем для свадеб. Урожай уже убран и все полевые работы завершены. Если верить народным приметам, то лучше всего сердца влюбленных соединять после 14 октября, когда пройдет большой церковный праздник. Покров Пресвятой Богородицы. Юлия Свинцова, Дмитрий Щеглов, РТС. О самом важном для жителей в прямом диалоге с телезрителем. Уже завтра в эфире РТС стартует новый сезон ток-шоу «Ответная реакция». Гость программы – новый министр здравоохранения Республики Виктор Шевченко. Тема эфира – какие изменения ждут медицину Республики? Насколько серьезно обосновался COVID-19 в Хакасии? И когда очереди в поликлиниках станут меньше? Если мы затронули не все темы, которые вас волнуют, можно задать и свой вопрос главному медику Хакасии уже сейчас в соцсетях РТС. Если есть необходимость пообщаться с министром Виктором Шевченко лично, звоните в четверг, 24 сентября в 17 часов в прямой эфир. Номер редакции прежней – 298 800. А сейчас свежая медицинская сводка. В Хакасии за минувшие сутки 45 пациентов с COVID-19 прошли лечение и выздоровели. Выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. 14 пациентов заразились от родственников или коллег. Три – завозные, выявленные у прибывших из Самары, Новосибирска и Красноярского края. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 4 104 случая заражения. Сейчас получают лечение 557 человек. У 26 пациентов тяжелая степень. Сегодня волонтеры УНФ и ребята из школы для детей с нарушениями слуха провели мастер-класс для младшеклассников 29-й школы. Напомню, в Хакасии, как и по всей стране, продолжается неделя безопасности. В рамках всероссийской акции со школьниками повторяют правила поведения на дороге. Обо всем по порядку. Оскар Артамонов. Прошлый учебный год выдался непростым как для ребятишек, так и для их родителей. Два месяца обучения на дистанционке и летние каникулы без возможности отдохнуть в пришкольном или загородном лагере. Как говорят учителя, сейчас очень важно вернуть мальчишек и девчонок в привычную колею школьных будней. В том числе освежить в памяти правила поведения на проезжей части. Это очень важно, чтобы и дети помнили правила дорожного движения. Но если родители их не будут соблюдать, то, конечно, дети будут следовать их примеру. Поэтому большая просьба как к родителям, так и к детям обязательно соблюдать эти правила. Ну а мы постараемся их учить и постоянно об этом упоминать. Сегодня в гости ко второклассникам 29-й школы пришли волонтеры молодежки ОНФ. Они провели увлекательный мастер-класс по изготовлению бантиков и световозвращающих наклеек. Это не просто умилительный аксессуар, который можно закрепить на рюкзак или куртку, а важный элемент безопасности. В темное время суток водитель сможет заблаговременно разглядеть карапуза с таким бантиком. Ребятишки большие молодцы, с ним очень приятно работать. Всегда нас ребята встречают очень тепло. И обязательно придем к ним еще раз. К волонтерам Общероссийского народного фронта также присоединились ребята из школы для детей с нарушением слуха. Старшеклассники напомнили малышам основные правила дорожного движения. Для наших детей с нарушениями слуха это дает очень большой опыт социализации. Так как наша школа направлена не только на обучение, но и чтобы в дальнейшем каждый наш ребенок стал полноценным членом общества. Для наших детей это особая практика общения, особая практика выступления. Напомним, в Хакасии продолжается неделя безопасности. В рамках этой всероссийской акции школы посещают сотрудники ГИБДД и волонтеры. Оскар Артамонов, Станислав Колченаев, РТС. Депутаты Хакасии поддержали инициативу о продлении срока статуса юрлица крестьянским фермерским хозяйством. Сегодня на президиуме Верховного Совета парламентарии обсудили несколько федеральных законопроектов. Один из них касается КФК. В январе следующего года они теряют статус юридического лица. Инициаторы в Госдуме предлагают продлить это условие еще на 7 лет. Если этого не сделать, десятки тысяч фермерских хозяйств вынуждены будут пройти процедуру изменения статуса. У них возникнут проблемы с инвестиционными кредитами, участием в госпрограммах. Фермеры потеряют положительную кредитную историю, а значит и выгодные условия. Новый закон защитит их от этих рисков, уверены наши парламентарии. Еще больше важных социальных вопросов народные избранники рассмотрят на сессии в следующую среду. Отмечу, 30 сентября депутаты впервые соберутся полным составом после парламентских каникул. Молодежная делегация из Хакасии приняла участие в пятом всероссийском форуме «Золото тюрков», который проходил в Казани с 16 по 20 сентября. Сегодня они поделились своими впечатлениями от масштабного мероприятия. Кстати, среди участников был и сотрудник нашей телекомпании. Пятый всероссийский форум тюркской молодежи «Золото тюрков» собрал в Казани десятки активных ребят из разных уголков России. Наш регион в Татарстане представляла делегация из 10 человек. Это студенты, общественные активисты, молодые ученые, артисты, в том числе наш коллега Юрий Челтыгмашев. На протяжении четырех дней они осваивали образовательные программы, общались с политиками-экспертами федерального уровня, создавали собственные проекты. Кстати, Хакассии уже обладают позитивным опытом воплощения подобных проектов. Среди них программа по социализации ребятишек из малых и отдаленных сел, предложенная Евгением Айнагашевой в 2018 году. Дети учились хакасскому языку, с ними проводили образовательную программу, мастер-классы. Это проводилось в трех районах, Аскиском, Бейском и Таштыбском. И вот по итогам проведения этого проекта были очень положительные результаты. Сегодня наши ребята поделились своими впечатлениями от поездки в Казань. Например, студентка Хакасского госуниверситета Мария Лукина узнала, как правильно и интересно написать грантовый проект, как привлекать аудиторию в социальных сетях. И сейчас мы уже до поездки с Алексеем Кальченаевым, тоже участником форума, вели уроки онлайн хакасского языка. И сейчас мы, опираясь на те знания, которые получили, хотим сделать эти уроки хакасского языка еще ярче и интереснее. Нашей группой мы работали над проектом, назывался у нас Ким Стайл, об одежде, которая была раньше, и о том, что сейчас ее можно интегрировать в наше время, и она будет модная и актуальная. Как признаются участники форума, после получения такого мощного опыта, они готовы к реализации своих идей на благо хакасии. Среди них развитие родного языка и культуры, применение информационных технологий, создание и совершенствование учебных онлайн-площадок. Андрей Пахавов, Оскар Артамонов, Руслан Шалдынов, РТС. На сегодня это все новости. Еще больше информации на нашем сайте tvrts.ru и в социальных сетях РТС. Оставайтесь с нами. Удачи и до встречи в эфире.